Следующий вопрос. Если пришло время выплаты заката, обязательно ли является выплата заката срочным образом? Или можно это еще оттянуть? Допустим, год прошел. Год прошел, допустим, 15-го Раджива. 15-го Раджива наступил год. Все, пришло время выплаты заката. Обязан ли человек выплатить закат именно 15-го Раджива или 16-15, то есть в это время? Или он может отложить на полгодика, на несколько месяцев, или еще на целый год? Вот этот вот вопрос. Павел Ан-Науи Фишарх-Иль-Муаззаб говорит имам Ан-Науи в своей книге Шахм-Иль-Муаззаб. Закат на Ан-На Мазаба, на Ан-На Ида-Оджива, это закат. Вот амадка на Мин-Ихраджи, а Оджиба Лихраджи, Ал-Аль-Фор. Мы ведь упоминали, что Мазаб Шафитр, то, что когда закат стал обязательным, и человек оказался способным его выплачивать, то он обязан выплатить закат срочным образом. То есть сразу, как год прошел, должен выплатить закат, и не должен его, что делать, оттягивать. Сын Ахара Асима, и если человек оттянул этот срок, то он получает за это грех. И это мнение имама Малика, а также имама Ахмада и большинства ученых. И передал это мнение от большинства ученых, Ал-Абдари. И передали нефтеры шафиты, вот Абу Ханифу, что он придерживался мнения, что человек может оттянуть еще. То есть даже если год прошел, не обязан сразу выплачивать, может еще немного потянуть. Ибн Кудама указал на то, что действительно Мазар Абу Ханифы, это разрешенность оттянуть выплату заката, если этот закат от него никто не требует. То есть если правитель еще не пришел, еще не требует, то он может что сделать? Оттянуть. Так, Но довод большинства ученых, это то, что Всевышний Аллах приказал выплачивать закат, и сказал Ла-Атус заката, и выплачивайте закат. А приказ, ничем не связанный в Коране, что несет за собой срочность его выполнения. Сказал Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни. Здесь, говорит, есть еще второстепенный довод, который указывает на то, что закат является выплачивать срочно. Говорит, что закат является обязательным к выплате из-за нужды бедняков. Так или нет? А это нужда Наджиза, то есть постоянная, имеющаяся. Поэтому и обязательность должна быть срочной. А также потому, что закат является повторяющимся поклонением. То есть каждый год приходит. Поэтому нельзя откладывать, что закат еще на год, так что придет уже второй закат. Как намаз и уроза. И более правильно сказать, что нельзя откладывать закат не только на год, но даже что на некоторое небольшое время. Вот время выплаты заката. Так или нет? И ограничения этого года нет, но это доводы. То есть те, которые говорят, что можно отложить закат, когда наступил год, еще на год. Но главное, чтобы ты выплатил закат, когда еще не пришла вторая обязанность выплаты заката. То есть второй год пока еще не пришел. Это неправильно. Так? Почему? Потому что закат отличается от намаза или от урозы. Допустим, урозу ты можешь возместить до следующей урозы, если упустил по чему? По уложительной причине. Или намаз можешь читать до следующего намаза обычно, так или нет. Но закат здесь отличается и не равен в этом. Потому что указано, что ты обязан выплатить закат, когда прошел год. Так или нет? Приходит это в Коране и приходит в Сунни. Соответственно, ты должен выплатить и не должен его откладывать. Но если человеку срочную выплату заката принесет или нанесет вред, как, например, прошел год, но человек, собирающий закат, к людей еще не пришел. То есть правитель посылает того, сборщика заката, так или нет, который ходит по домам или ходит по людям и собирает с них закат. У тебя пришел год. Пришел год, ты должен выплатить закат. Но человек, который собирает закат от имени правителя, еще не пришел. Ты знаешь, что он придет через месяц или через два месяца. Так? В этом случае ты не обязан выплачивать закат. Почему? Потому что, возможно, что ты выплачешь закат сам, а потом придет сборщик закатов и не поверит тебе, что ты уже выплатил закат. И возьмет с тебя закат повторно. Если ты знаешь так, то ты не обязан выплачивать закат. Потому что это наносит вред тебе. Если человек боится, что если он выплатит закат самостоятельно, потом придет сборщик закатов и что возьмет закат тебя повторно. Тогда можно что сделать? Отложить. Об этом сказал имам Ахмад. Или если он боится, что если выплатит закат, то ему будет нанесен вред ему самому или его имуществу. Тогда тоже можно отложить. Заховный набей, потому что пророк сказал, что не нужно причинять вреда ни тебе, ни другим. И говорит, раз разрешено отложить выплату долга человеку, если это наносит вред жизни или имуществу, тогда тем более разрешено отложить закат. Ясно или нет? Значит, основа, то, что откладывать закат от года не разрешено. Если наступил год, то ты обязан выплатить закат сразу же. Но если есть самоуважительные действительно причины, которые что воспринимаются шариатом, тогда разрешено отложить выплату заката.